Путь Макара Сидорова домой был долгим. Его останки поисковики нашли ровно год назад, в сентябре, в Ленинградской области. При нем было медальон, а дальше по фамилии в группе поисковиков в Ацапе нашлись родственники Макара Степановича и встал вопрос доставки праха на родину. За помощью обратились к депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву. Это кадры прошлой встречи депутата с родными Сидорова. Обсудили все моменты доставки и захоронения. И в ноябре прах красноармейца предали земле. Все спасибо просто. Я не знаю как. Как только его приезли, так я все время плачу и плачу. Ну теперь-то он упокоился уже. Да, теперь уже все. 83-летняя Наталья Макаровна на могиле отца была совсем недавно. Часто ходит вместе с внучкой и правнуками. Но пока памятник без фото. Ждали, когда портрет Макара Степановича реконструируют. И момент настал. У меня эмоции переполняют. Сначала нашли такое событие. А сейчас еще и увижу, как он выглядел. Антропологической реконструкцией лица по костям черепа занимался барнаулец Артем Буимов. В прошлом году он рассказывал нам, насколько сложный этот процесс. Антрополог может по останкам человека сказать очень многое. Начиная от пола возраста, заканчивая какими-то индивидуальными усиленностями. Допустим, курил болец или не курил. Сейчас Артем учится в Казанском университете. И на встречу с семьей Макара Степановича Сидорова, организованной Александром Прокопьевым, пришла его мама, Галина Буимова, поисковик с огромным стажем. Это математика. Это с помощью компьютерной программы? Нет, это не компьютер. Это чисто ручная работа. Восстановлением лица Макара Сидорова Артем занимался около месяца. Череп фиксируется с разных ракурсов на фото. И на основе этих снимков, по специальной методике, создается портрет. Это не первая реконструкция Артема. Портреты четырех бойцов уже были переданы родственникам. Сегодня я передал портрет Макара Степановича Сидорова, и его потомкам. Теперь, можно сказать, окончательно восстановлена связь поколений. Семья знает не только, где и когда он погиб, но и как выглядел. И, возможно, внуки, правнуки найдут себе черты сходства. Это очень важный момент. Все присутствующие сразу сошлись во мнении, что правнучка – абсолютная копия Макара Сидорова, а дочь все оставшееся время не выпускала портрет отца из рук и вытирала слезы. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.